С 25 декабря на территории Югры ведут особый противопожарный режим. До нового года надзорные органы и полиция усиливают специальный контроль за продажей и использованием пиротехнических изделий. Кирилл Волконский отправился в рейд с представителями службы государственного пожарного надзора и узнал, на что нужно обращать внимание при покупке фейерверков и насколько сурово будут наказывать тех, кто в новогоднюю ночь намерен нарушить особый режим. Самое сложное для продавца пиротехники во время визита инспекторов – найти нужный сертификат. В этом магазине коробок с фейерверками десятки и на каждое наименование должен быть оформлен отдельный документ. Пока консультанты ищут нужную бумагу, представители надзора проверяют соблюдение правил реализации такой продукции. Должно быть либо под витриной, под стеклом, либо вот такие ограничения. Многие продавцы торговлей праздничной пиротехники занимаются не первый год. У таких все требования к хранению и продаже огненной иллюминации соблюдены. Даже те, о которых только начинают говорить на государственном уровне. Например, запрет продажи фейерверков и петард несовершеннолетним. Попыток приобрести, признают, было много. Люди не могут поехать там куда-то отдыхать, например, и развлекают своих детей и родственников на мероприятиях дня рождения именно вот таким образом. За последние пару лет в Нижневартовске появились больше 20 точек продажи пиротехники. К небольшим павильонам требования те же, что и к крупным магазинам. Товар только за прилавком. Упаковка обязательно целая. Разрешение на продажу и сертификаты соответствия обязательно в наличии. Как выяснилось, кризис ударил и по рынку фейерверков. Спрос гораздо ниже, чем в том же 2019-м. Каждый день, по чуть-чуть, по чуть-чуть, как бы в основном берутся хлопушки, петарды. Ну и потихоньку закупаются по товару. Несмотря на падение спроса в новогоднюю ночь, контроль за использованием пиротехники будет ужесточен. Госпошнадзор уже перевели на усиленный вариант несения службы. В канун праздника в городе увеличат и количество полицейских нарядов. Происходит профилактическое мероприятие. Вводится противопожарный режим на территории города и на территории Хамантомисийского автономного округа. Также будут проводиться различные мероприятия, направленные на профилактику пожаров. В полиции? Да, мы сейчас согласовали полицейские. То есть в случае возможности они будут участвовать в рейдах и мероприятиях. Серьезнее будут относиться и к нарушителям. В городе есть отведенные для запуска фейерверков места, но люди внимания на это, как правило, не обращают. В связи с этим инспекторы напоминают о наказании. За неправильное обращение с пиротехническими изделиями грозит административный штраф. От полутора тысяч для физических лиц и для юридических лиц от 150 тысяч рублей. Кирилл Волконский, Андрей Клиницкий, Вести Югория, Нижневартовск.